что ли в общем вот буду проходить на харде сложность отличается только контрольных да по-моему без тыдинга нет да без тыдинга нет что у нас есть там сначала сходил влево за колонну там была спрятана жизнь вообще в игре очень много секретов прям очень много и желательно не большую часть из них находить потому что снимает хп тут довольно таки сильно и все таки побольше жизни концу игры надо плюс есть несколько не очень приятных мест на которых я могу зафейлить так что придется играть аккуратно искать побольше секретов что у нас есть есть разные виды оружия которые можно подбирать синие это вот такой вот лазер он самый сильный оружие кстати можно прокачивать еще подбирая повара по одного и того же цвета потом красное оружие это спрят очень хорошая не слишком сильно но тем не менее нормально что еще есть еще есть желтое оружие много говно но она в некоторых местах может поможет но не сильно так вот тут такая небольшая хрень с платформингом потому что время от времени появляется ветер и сдувает меня это одно из сложных мест для начала потому что на нем я очень часто теряю одну жизнь и как минимум но оно такое непростое но если аккуратно играть то следят еще главного героя есть такой офигенный лазер которым он может замораживать пробок им желательно очень часто пользоваться чтобы успевать с реагировать на врагов потому что враги тут достаточно много пп сносят что еще что еще есть на некоторых врагов можно прыгать марио 1 еще главный герой может превращаться в шар в этой форме он не уязвим но к сожалению шар можно превращаться только на ограниченное время эта полоска указана в правом верхнем углу экрана вот такая красная под жизнью что еще такое рассказать ну в этой игре очень офигенная музыка мне очень нравится так могу чего-нибудь рассказать про туриканов рассказывает как все равно особо ничего интересного не происходит ну короче первая игра вышла запилена одним человеком на модор 64 запилите как демонстрация возможностей комодора большому сожалению игра довольно кривая потому что проблемы с пропорциями проблемы с тем что ты находишься пока ты находишься в враге тебя жизнь просто за мгновение все сразу же трениться нет никакого периода неуязвимости еще проблема в том что этот комодор игра была запилена на кассеты и когда там допустим подыхаешь типиш перемотать цветную позицию 945 вот в общем жили не дочь играбельно что значит было потом когда нас играет турикан один потом соответственно есть типа прямой порт река на один на амигу которую короче которые сделали уже не один человек компания которая дальше продолжила развивать эту серию своим губы игра путем вот прямой всякие все остались в общем но игра игра проходится но благодаря тому что нет пофига жизнь просто собираешь дофига жизни и тебя жизнь и покой лишь в итоге по пикселей перемещаешься аккуратно дальше в общем что было только не там было превращение в шарик соответственно но там было ограничено но причем было гречных количеством раз то есть ты мог против шарик там три раза допустим вот и поэтому это шарик не очень сильно использовался потому что но ты используешь его всего три раза у тебя есть на это потом кати нужно воспользую тебя уже нет а потом ты экономишь а так что по пикселей перемещаешь эту шарик особо не нужен плюс есть ты практически шарик полетишь ты можешь пасть яму и сдохнуть чем механика шариком особо не использовалось что было потом потом короче человек который делал сам своими силами первого турикана запилил еще и второго на комодор вот все проблемы там разумеется остались с люди которых в очереди сделали порт на амигу запилили на амеге турикан 2 свой который еще хуже чем первый вот в общем потом значит потом на счет случилось потом короче человек который запилил первые две игры на комодор запилил игру супер турикан на несс которая являлась компиляции его его же первых двух игр на комодор в одиночку запил вершину нас там он значит пофиксил очень много всего первых появился период неуязвимостей теперь после удара из наших будет времени уязвим был этом лайфбар из непрерывного стал дискретным пусть допустим здесь лайфбар у нас на же комната 45 куда не вот дальше версии на нас сворачив шарик можно использовать сколько угодно раз ничем не ограничены поэтому появляется хоть разнообразие на базе геймплея ты можешь часто очень кататься в этом шарике всегда то не может войдет потому что есть я во-первых и подъемы есть и общем дела первые две игры с комодора версия нас это очень первая первая нормальная версия первая нормальная короче игра патрика на факту и при этом остался косяк про с пропорцией все нужно по пикселам перемещаться но это не в одной версии не справлю было вот а дальше короче компания которая занималась уже амиговской серии сделал игру турикан 3 и на том же движке сделал игры мега турикан и мега драйв и супер турикан на снес ну вот как бы все дальше было еще одни же игра супер турикан 2 на снесе который уже движок мотива развивала немного у которого довольно сильно уже отличается вот так вот так вот все джин по знают этих заручек так вот меняльный вопрос только вот как перекатка реалирует с гигером ну там будет в общем дальше да тут конечно его немного но достаточно сочный уровень как все понятно чисто гигеровских игр не очень много вот и весь универсал солдерный мега драйв это порт второго амиговского турикана про что до текст тепло слышно облично подошел на секунду микрофон убавился в общем если сеть серии я советую играть если хотите первую часть поиграть надо играть на скуку потому что это автор скажи компиляции его первых двух мадуровских игр во всем улучшенная ска мадуровской она почти не играбельно но естественно игры на смеси гадраевский принц тоже может сыграть просто она на том же движке и хуже чем это там еще что-то свое там есть крюк например с которым там небольшие элементы акробатики но они там такие не сильно прикольные грешит собирает секретики очень важная часть игры потому что с этими секретиками ее гораздо проще проходить да и приятнее в целом да когда в первый раз сыграть в игру вот такие проходить уровень и вам пишут собрана жизни 5 не собрана жизнь 20 да 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 ну пока мне еще такого экрана не выдавали тут такие полноценные уровни достаточно долгие ну их немного конечно но вот вот эти вот мухи они не самый приятный враг на самом деле что довольно таки быстрый маленький попадешь так ну что там еще по туриканам там есть одна фанатская поделка ганлорд не знаю стоит ли в нее играть или нет смотрели смотрели на днях и просто таки не помню в прохе свое часто пользовался этим крутым лазером или нет просто последнее время сильно он очень полезно полирование оружием есть хорошие так олег морт я же сказал там есть короче универсал солдзер во первых этот порт второго миговского турикана самого лучшего помощи серии и там есть мега турикан это типа вот игра на потом на каком-то таком рубежке что или это игра но то ставьте статок черт нет что что есть тут черт нет что есть там уровне абсолютно другие с мега турикан мне все не понравилось то это игра мне гораздо больше понравилось меньше подлых подстав разнообразие геймплея больше там есть крюк но используется только там где он должен использоваться чем корявый играть может быть да еще есть игра харри кейн курикан ну-ка на ком так почему короче ну блин вы понимаете почему списках игр где-то номер чужих потому чужие и баян уже и недавно же да мы типа против баянов стараемся да все это чуть-чуть новое стримить да конечно с несовских не стримили чужих но блин она очень жопная слишком жопные кому же чужих все уже 100 500 раз видели смысл у них снова смотреть по теме пишет эта игра меня напоминает гандлорд для дримкаст вот собственно гандлорд это как просто турикана на этом кость еще были 2 дешевые игры это и это он колс тут да тут какого это года гандлорд гандлорд седьмого по моему или третьего не помню я сейчас очень хорошо хорошо вот такой интересный секретик который гандлорд так 2012 уже так понятно фанатские выучили на лгео и дримкаст фанатам то рикана может конечно понравится но как как играю думаю стоит вторая часть конечно вот блин вторую старую старую только на снесе вот пешком ждать что там сделали с музыкой зачем понятно что в 3 что в 1 в смысле супер турикане на снесе и 3 части там и зон офигенный а тут как бы игра в принципе для людей можно походить на изи жизнь куча да в принципе она она проходит так все стран доходишь почти до конца 1 1 проходишь даже не важно на каком уровне сложности поначалу играешь там допустим играешь начало на изи потом вполне можешь пройти ее на харде игра хорошая сыграть мне другому стоит во второй часть супер турикан тоже кирпич да есть как он там везде я не помню или нет да везде там даже есть некоторые боссы которые чисто с криком приходится не знаю там геймплея много разнообразного ну и его еще раз надо посмотреть в любом случае там каким-нибудь этим займусь давать не нужно мега драйск версити серьезно говоря мне мега драйск вообще не понравилось там подстава на подставе подстава погоняет подстава будет гораздо меньше и играть в этом мне было приятнее потом даже при том что это снас он по потихоньку использовать потому что их у меня тут много как накоплено курикан вот такой вот воз достаточно простой вот показывает экран на котором указано что я собрал что забыл ну почти все на первом уровне взял почти все жизни монетки тоже так следующий уровень завод такой не очень приятный уровень понятного что здесь очень аккуратно нужно передвигаться ну что всякие ракеты врагов дофига плюс огни еще с паровых труп не всегда понятно просто откуда эти огонь вылезет еще вот это вот хрень железная она тоже дамажит ясно подлые ракеты вот про нее желательно узнать конечно подожду так вот в этих красных платформах которые появляются но они как не только платформу слушать но как своего рода power up там иногда может бомба находиться апгрейд оружие иногда временная неуязвимость вот этот зеленый щит да можно сходить не знаю правда зачем довольно далеко назад откинуло ну ладно не страшно подлый секрет бомба исполнилась вода тебя сносит да да так время тут конечно хоть ограничено но в принципе если не сильно тупить то его хватает да и к тому же при окончании времени ну тебя одну жизнь сносит и все ну не сильно страшно на самом деле и ты воскрешаешься прямо на ближайшем чекпоинте а чекпоинт как-то ну очень странно разбросан то есть практически прямо на том же месте на котором ты умел там чуть-чуть может подальше но это место можно по-разному проходить тратите док жизни его потихоньку медленно передвигаясь по этой воде пешком либо шаром ну шаром кстати немного удобнее в том плане то что там хоть неуязвимость какая-то есть а так хп снимают ну это пофиг это тоже мелочи вот эти вот железные непонятно так вот вот неприятное место в том плане то что иногда может сбиться тайминг и без урона никакого не пройти ну да модис иван да он будет и в больших количествах музыка значит значит прикалывает помнишь как выглядел моде сэвен на заставке стартовой да он увидел как не этот самый неопрадное как-то софтварный стипа и видимо разрывом надоело че за фигня снасадки мационных нахреновый гусь решили сделать свой мацелон а к чему коммент в чате гудгейма чё-то я не понял а чё там у меня просто гудгейм полудохло комментарий такой так я и говорю что чем-то напоминает они прям похож на то что уныло туда сначала хоть интересно потом из уровня в уровне практически одно и то же то что понятно про что это про боба блин а где про боба вообще обсуждение чат и все-таки жив или нет где а где чем люди в нижнем чате про боба замечательно у меня в чате этого не отобразилась у меня тоже кстати ну у меня какой-то мертвый сегодня конечно кстати я запустил недавно боба на снахе блин на биграевский вообще смотреть противно на биграевский такой говнопорт визуально ни разу здесь не подыхал просто чё-то тупанул в одном месте ну ладно не страшно все равно 15 жизней должно все хватить и и и на снахе хотя бы физика не такая кривая как мегадрайве хм хм боби все равно я эту игру никому нельзя это никогда стерка татал вправе а а а амзон все таки офигенный какой хэпп хэпп техно хэпп хэпп стримим 30 страны 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 в том 1 обновлю тогда страницу я слышно да да что у меня интернет на партию а вот это я уже вижу спорить с небе равенский в плане дизайна уровень а тут и хотят как открытая местность самом начале было одну минуту шон там река он дальше будет очень сочный уровень омега турикан это же та же самая часть только на мега драйвер но типу ну по сюжету какая-то вторая часть или первой или как не проще я же говорил есть турикан 3 типа на омеге и вот на его движке запил на три игры собственно турикан 3 мега турикан супер пикант прочитать на это же играть на нее они разных ну разный ну а там тоже дешевле прочего лак сыграем этого в этот три канала на он очень нормальный конечно есть подставы да их не очень много на самом деле да и к тому же один раз посмотришь игру все потом проще со второго раза по странам подходит а если первый раз ты будешь играть что будешь искать жизнь то есть первый раз пройдет план будет может райская секрет всяким через нас носить по музыка хорошо даже звучит до интеллина даже очистить нам пирать еще один секретик за 300 секретов я бы ходил бы короче каждую стенку бы проверял в принципе они находятся нормально это радует так вот это плохо сейчас было мне просто не с этим оружием лучше подниматься потому что я там тогда смогу сбить платформу нечаянно не смогу взять жизнь вот и все ох нафига у меня задержка да задержка довольно таки у меня ты взял жизнь только не у меня еще это еще до жизни ты не добрался а все туплю с платформингом тут вот сейчас упал как с последнего пикселя прыгать надо да тут вот с прыжками это конечно все небольшой чёский платформинг одну жизнь взял не знаю зачем правда ну жизни много не бывает ну да как сегодня не прошу короче перед последним бой перед последним боссом было больше десяти жизней короче в итоге осталось всего 2 нет потому что сэйвами играл ну я как не не я короче сначала пытался нормально пройти но в определенный момент у меня короче ну там нужно было потренировать некоторые боссов там лучше концовки нету очень радует концовки на всех уровнях скорость одинаково тщательно ну там просто босс последний адекватным марш своими кишнями там вообще очень тяжело понять как это как и поворачиваться у нас запоминать прям высчитать в какой определенный момент нужно в тумбер перестись вниз иначе он будет убивать тупо вот сделано кстати кости на то что перед боссом дает самое мощное оружие так платка какой-то скрин спрашиваешь это наверное когда денис и выложил скриншотики с играми и мне группу не рота и все где не будет ты чего патрон но сегодня будет что-то похоже к этому я посмотрел геймплей на ютубе приколен какие щупальца этого корабля нужно играть да еще больше прикольные морозин там его меньше чем чем даже в драгон-дриде в мае в киеве с полку следует в коком мы без села в киеве здесь он выглядит как нормально в ссоффарной куда они пришли пикселей четких не видно огромных кстати таймер останавливается на боссах что довольно таки хорошо следующий уровень подсчетный зимний уровень не любишь мне ворот там на скрине да там последним там ртайп первый самый но только его все не будет естественно и там просто скрины как бы выложены с играми стиле гиггера так тут пока гиггера особо не было скорее не было но тут будет ну вы понимаете числе гиггерских игр так много предыдущая была общем полностью в стиле мира он супер-контр тоже вот тут порога не помню да когда них не добрался еще так в принципе тоже можно взять жизнь но она очень проблемные хочу туда идти прочим и когда эту игру ванька смотрели мне это жизнь выбесила без то что я пытался взять как бы понимаешь взять а физика такая что не получается понимаю при этом она кстати еще может исчезнуть и чтобы она заново там появилась нужно немного проскролить экран вправо-влево и тогда она появится в итоге так случилось когда запрыгнул да тут иногда и такие жизни троллят да вот на зимнем уровне платформы мне не нравится потому что сами понимаете скользкие поверхности все дела еще прыжки из крайних пикселей инерция не страшно хурикан единственное что мне вот на снасе нравится это полупрозрачность она хорошо выглядит все таки ну да просто после сеговской этой сеточки приятно смотреть так сожалению зимние уровни на одном не кончается вот этот ужасный да 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 один из самых лучших зимних уровней кибер не болей кибер не болей опять завис сейчас минус 50 человек да 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 должны должно должны были нас на 100 что-то за перечень мега-драйве него жаль что то есть потенциал такую хотя какой-то потенциал постоянно помогает и на кстати есть игры которые в принципе оптимизированы довольно неплохо игр правда мало очень много не просто кажется этого в марокко еще так миссировать пацаны из-за этого и получилось так что сегодня я нашел еще одну игрук на мега-драйве которая вызывает богатром это viprash я не понимаю как они умудряются буквально правда на несколько секунд 10 но все равно мега-драйве это явно поэтому это ходим был ничего не делал вот написать для том же короче в том же элементе да они все хорошо сделано но из-за того что там просто очень много всего реализовано чисто на спрайтах велочи сколько спайтов кораблика снова как он там детализировано меняет анимацию свою да оружие вылезает все дела то что можно было запилить не на спрайт конечно пилили на спрайтах поэтому там спрайт либо к сожалению местами дурацкий я такой в седьмом уровне вот запалил по мне такой жесткий спрактивный начал писать это на несколько сек это не на харде каждый там больше всего и даже там тоже интересный уровень нужно подниматься по платформам только когда ветер дует наверх у них за гайден только вверх гейден 20 жизни уже неплохо нет жизни мало не бывает но все равно приятная фишка хоть что-то интересное тут конце немного троицкая хрень то что можно упасть нечаянно так что аккуратнее надо обрезанная картиночек ну вот мы в принципе дошли до гидерских уровней вторые довольно сочные о это прямо супер contra какая-нибудь точнее какой-то из частей похоже будет такой уровень он прям может быть даже 3 а может быть и реберс а может и там это в третьей да там точно было такое подобное берс не знаю для персона тоже такого было так ну здесь все как как и должно быть при цехват и чужие я сихват и всякая разная хрень ползает стакали но вот эти вот маленькие и получишь ручки чисток возможно шатер солдерство время пишет был подобно и короче понятное дело это было потом везде как только разве что отличался довольно-таки сильно концовка 11 там где баба такая здоровая там отличался по стилю м музыка кстати очень атмосферно тут играет под стать уровнем такие цифры они не просто ползают они могут прицепиться к рожи главного героя их нужно скинуть превратить существа либо использовать пом иначе они просто тренируются а если лево-право колбасится на скидывается разве пом скидываются стрелять может быть так но я просто использую механику шара все да и джиттеры скиданы как обычный пау-ра полетит меня не жалуюсь просто забава конец игры все дела гегер представляете рудику так скажем все это дело снилось реально кошмарах позже вопросу я бы я бы вообще просто литрами кофе что-то тупо не спать фриз аркадную аллен вес предатор выходили в том году на эти игры подходили на сколько стриме давайте по хватит уже и и почему недавно же проходили просто в том газу на зерна тегера походили и понятных чат умер клинка ничего не писал сейчас что-то сегодня умирает только так на меня надоело что кибер отваливается периодически какой-нибудь альтернативный чат либо кнопку да не в принципе она обновляется то быстро поставил приходит на у человека он взял не значит что кибер можешь сам все зависит что даже жать ашки про кибер обновить сервер а мы короче пытаемся с никитосовым надпись сделать но пока что не случилось ну блин плеер кибер кривогом съезжает поставок там никуда что-то запилил короче добавим нормальную строчку есть есть какие-то чувствуем сервис есть хитбокс какой-то я не знал он платный я не думаю что дорого стоит если что я все стоит как постинг плюс-минус все трубки мне еще не жалко будет не ну понятно никому думаю чужие бегают ползают да тут чуть реально чужие даже вот эти штуки такие как коконы чисто это еще не все что будет тут босс еще будет скорее всего конечно у него дойти еще надо это пожалуй одни из один из самых длинных уровней игре вообще на него очень много времени при этом дается хотя бы кстати мы когда ванька смотрели эту игру мы только по на этом уровне допетрили что можно замораживать врагов лазером простуд без этого уже все без этого уже совсем неприятно играется да тут либо полно это пиксельное передвижение что очень хочется делать иной раз ну либо только так 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 и надо опустим механику игры секрет запихаешь стену вот к сожалению зря это оружие взял но конечно интересно но очень мало дамаг наносит меньше чем спрэд меньше чем синий лазер так ну вот сейчас такой подвертный уровень будет который если постранишь игру то может слить вообще все жизни абсолютно все потому что вот тут есть очень дерьмовые прыжки есть некоторая доля меморайзинга в плане полета этой хрени так что его рекомендую засыпь ставить Влад ты увидишь что тут будет тут надо очень хорошо механику игры знать в смысле механику прыжков чтобы его пройти я в этом уровне когда мы тогда ванька играли я в стране осталась последней же такому нефига не секрет не собирали до механики доперли только там я с этой последней жизнью почти прошел турнинг в конце были на подлом месте слился вот я также сам самый первый раз когда еще просто включил игру посмотреть ну там посмотрели что это почти конец думаю нормально со второй пытки в страну проходит эту монетку нижнюю можно взять но там как-то по-особому очень нужно прыгать туда падать я не хочу сейчас фейлить так что чужие как собаки все смердявые вот это самое место было оно очень-очень подлое потому что здесь как вы видели прыжки разноуровневые были и скажем так очень пиксельные нужно обязательно было с самого-самого края прыгать иначе просто не долетаешь и вот таким вот образом можно вообще все тут слить что я собственно и делал первый раз ну это уже самый последний уровень так что осталось только дойти до босса и ах черт шар все таки убил в чем главное ты его тоже завалил хех ну ничего страшного самое-самое главное тут донести до него ну до босса оружия Потому что, конечно, с таким запасом жизни я могу завалить его с дефолтным оружием, но он будет валиться долго, и не хотелось бы задерживать остальных. Кстати, тогда не стоит слишком сильно тратить превращение в шар, чтобы скидывать этих лицехваток, но если Серега сказал, что их можно выпиливать, просто ходя туда-сюда, то не страшно. Так, я сейчас собираю монетки, не знаю зачем, просто хочется. Так, ну как видим, тут уже этих лицехватов стало намного больше. Так, по идее, с этого можно было бы как-то забраться наверх, но я так и не понял, там просто жизнь была. Так, в чате комментарий, музыка хоть не напоминает миди, следующий комментарий, что плохого в миди? Ну, в миди плохого обычно то, что в миди музыка обычно звучит как синтетическая хрень. Ну да, понятно, из миди это точно так же можно чуть-чуть что-то хорошее выжимать. Звуки выстрела в темпах танчика. Так, снова меня слили. Ох, да. Да не страшно. Просто когда умираешь, ты уже место начинаешь? Ну, практически, да. Там, буквально, чуть-чуть совсем назад могут откинуть. Игра для людей. Звуки выстрела в темпах танчика. Блин, раз Миша, иди и игры изучай. Там, Mario 1 пройти не можешь. Троллер. Да пусть игра идет изучает, серьезно. Да, раз Миша, троллер. Че еще делать, раз Миша? Так, вот тут такой интересный платформинг. Нужен тайминг хороший, но, в принципе, тут, если упадешь, то не страшно. Шипов нет никаких. Времени много. Раз Миша, мы знаем, как ты готовишь мясо. Серега тебе мясо делает. Блин, классно, причем делает по-царски. Я не знаю, как фамилия. Да я сначала в нужду. Ты что-нибудь? Я-то умею, в принципе. Это займет бесконечных часов. Проще пойти к кому-нибудь. Приготовьте мне мясо, пожалуйста. Райл Чизбургер, пожалуйста. Макдак говно. Да. У нас в городе есть Макдак, есть Стерфудс. И Макдак говно. Вот формация. Так, класс босс. Ммм. Какой аппетит. Ты чужой. Сейчас он будет приготовлен по-турикански. Самая оптимальная на него тактика это стоять практически под ним и время от времени прыгать и стрелять по нему и все. Ах, да, у него звезд бомбующий. Босс, кстати, такой не очень жирный на самом деле. Если бы была полная прокачка, то он вообще бы сдал буквально за секунду. Какой-то челлендж. Да. Вот. Какой челлендж? Из 23 жизнями. Это даже. Все. Босс пройден. Игра пройдена. Смотрим концовку. Интересно, будет она красивой или некрасивой. Музыка хорошая. Так. Стандартная. Это Галактус. Типа местный главный злодей, с которым по-моему во второй части там или в третьей надо будет сражаться. Что он такой здоровый? А, это. Ага. Катакис? Катакис, есть же такой шмот на Коммодоре или на Амиге. Так, я отойду на парамют, скажите там что-то. На парамют может задержу. Хорошо. Так. Ну это название планеты, видимо тут было Катакис. Ну, типа сказано то, что вот он освободил планету, но его путешествие продолжается. Турикан снова вернется. Аэрофактор 5. Интересно, короче во вселенной турик новый. Короче из серии, из серии труп турикан даже и шмот есть. Ха. Ничего себе. Получается. Катакис, вот скинул сейчас ссылку. Штарривер. Ну, надо будет прям сейчас. Я посмотрел на ютубе геймплей, там что-то не очень. Такой примитивненький какой-то. Не то, что примитивненький, но графика такая не очень. Так, корабль огромный. Ну, короче, ничего особо интересного, да? Да, мне кажется, да. В 88-м году уже были хорошие шмотки, в принципе. Тот же самый Занак, по-моему, 88-го или здесь или не раньше. Хотя я могу наврать. Я вообще не помню, когда он. Да, у меня вообще с датами прям Леманаса. Тоже. Запонимаю. Это, кстати, вроде от немецкой же компании турикан. Ой, стоп, что? Когда-то выпуска 96-й год Занак, вообще шутка, да? Не-не, вряд ли. Ой, 86-й. Издалека на диване он плохо видно. Он вот даже в 86-м году уже был довольно неплохой чувак. Как, пусть, в пример приводить. Основанно персонажей, созданным Манфредом Трэнсом. Запный хороший. Угу. Ух-хххх! Играет музыка. Играет музыка. О, лучшая концовка, что ли? Не, 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 это просто The End. Ну, типа то, что продолжение следует, все дела. Слава богу. Да, я проверял, тут нет такого. Никакой лучшей концовки, ничего. В общем, вот такая вот игра турикам. Надеюсь, понравилось. Сейчас Серега будет через пару минут. Так что никуда не расходитесь. Так, все.